Перекозовры, отряд наиболее древних примитивных синапсид, сохраняли типично рептильную физиологию и внешний облик, за исключением того, что не имели достаточно развитых чешуйных покровов, являются парафилитической группой, поэтому сторонники кладистической классификации не считают эту группу таксоном, а название ее берут в кавычки. Никогда такого не было, и вот опять. Привет, друзья, это Даниил и канал Помни о предках. Пока я, по просьбам трудящихся, готовлю большой проект о наших ближайших родственниках, некоторые товарищи продолжают цитировать статью отечественной Википедии о пеликозаврах. Ну что ж, давайте наконец разберемся, кто это такие и что с ними не так. Поехали! Пеликозавры Пеликозавры – это устаревший термин, обозначающий полифилитическую группу. Да, именно полифилитическую, а не парафилитическую, как сказано в статье Википедии. Так как пеликозавры включают себя несколько довольно разных таксономических групп, которые ранее большинство исследователей относило к клади синапсиды по вполне конкретным признакам, как одно височное окно и пусть и небольшая, но дифференциация зубов. Однако более детальное исследование, проведенное еще в 80-90-х годах XX века советским и российским палеонтологом Михаилом Феодосевичем Ивахненко, выделившим три из пяти групп пеликозавров в отдельную кладу афиакоморфы. Исследование было частично подтверждено в 2012 и 2018 годах американскими учеными Роджером Бенсоном Дэвидом Фордом. Итак, давайте все-таки в трех словах о самих пеликозаврах. В группу принято включать следующие таксоны. Афиакодонты, варанопсеиды, козеидозавры, эдафозавры и сфенакодонты. Последние два таксона это типичные синапсиды, в которых обязательно будет сделан отдельный ролик. А вот оставшиеся к синапсидам относятся только по устаревшим данным. Все дело в том, что отличительные черты в виде височных окон хороши только при поверхностном исследовании. Но если копнуть чуть глубже, то разница все же есть. Афиакоморфы отличаются от терапсид отсутствием у первых субопсидальной вырезки и переангулярной полости на угловой кости. А аддукторная полость у них отделена эпиптериковой щелью от латеральной стенки мозговой коробки. Медиальная же стенка аддукторной полости сформирована пластиной полотоквадратум, представленной осификациями широкого эпиптериоида и высокой квадратной кости, что соответствует строению данной области у большинства групп примитивных тетропод, за исключением тераморфа. Все поняли? Если нет, то марш учится в палеонтологический институт имени Борисика. Найти легко. Москва, профсоюзная 123. Ну а если чуть проще, то утерапсид, то есть наших с вами предков, маркирующим признаком является отсутствие контакта между скуловой и квадратноскуловой костями, что связано с образованием височного окна в районе стыков скуловой, чешуйчатой и квадратноскуловой костей, что принято считать довольно примитивным признаком строения черепа. Кстати, квадратноскуловая кость вместе с костями нижней челюсти в ходе эволюции участвует в создании одной из отличительных черт млекопитающих – среднем ухе. Бенсон и Форд в своих работах подтвердили исследования Ивахненко, по крайней мере относительно афиакодонтов и воронопсиидов. Что же касается козеидозавров, то с ними на данный момент нет ясности. Ну или я об этом не знаю. Хотя Ивахненко относил их также к афиакоморфам. С самих же афиакоморфам Михаил Феодосевич допускал к близким родственникам архозавроморфу, то есть к завропсидам. Обуславливая это тем, что височное окно синапсидного типа, первично ограниченное заглазничной, чешуйчатой и скуловой костями, имеет тенденцию разрастаться по всей щеке, доходя до квадратноскуловой кости. Что топографически соответствует строению нижнего окна у диапсид. А так как не доказано первичности появления у диапсид верхнего окна, то нижнее окно является первичным субапсидным для всех групп амнион. И в данном случае наличие лишь синапсидного окна может означать принадлежность афиакоморфов в примитивной группе, близкой к диапсидам до появления верхнего височного окна. Ну и насчет рептильной физиологии. Она и у завропсид, и у синапсид не рептильная, а амфибиоидная. Так как обе клады приобрели ее от общего земноводного предка. И даже если вы посмотрите на современных амфибий, то за эти миллионы лет ничего в данной части строения тела не поменялось. Давайте все-таки отталкиваться от первичности появления тех или иных признаков. Итого, мы получаем совершенно разнородную, то есть полифилитическую группу животных, крайне далеко находящуюся друг от друга в родстве, но все же с некоторыми очень похожими признаками. Но несмотря на эти исследования и научно-популярные работы, в том числе и мои, еще находятся люди, считающие верхом информативности отечественную википедию. Нет, там конечно же тоже встречаются вполне приличные статьи, но информацию и ее актуальность, прежде чем цитировать в открытом, все же стоит проверять, используя более достоверные источники. Ну а на сегодня это все. Мыслите критически, не бойтесь аргументированно спорить и всегда оперируйте фактами. Ну и лайки ставьте, репосты репостите, рекомендуйте друзьям, подписывайтесь на канал, и помните о предках! Субтитры создавал DimaTorzok